Добрый день! Самое буйное не только в Гомельской области, а и во всей стране належит открытому акционерному товариству комбинату «Сход». Его могутность – свыше 20 тысяч тонн. Тут, разумеется, главное не только отрымать добрый урожай, а и захавать его. Зараз тут находится 80% городского стабилизационного фонда плодогородненной продукции. На приклад, празднику сортировки и фасолки за измену проходит 60 тонн бульбы. А кроме того, специальный режим дозволяя отрымливать уже мытую городнину. Сделаем фасовку, в принципе, любого размера от килограмма 3, 5, 15 и 25 килограмм. Это оборудование способно фасовать, тарить и само улаживать на палет. Силами юных гомельских края знался у промеса похования своего свояка доведались ажихары далекой поуношной Осетии. Яшенья дау народной халанбека Зукорова видали про его только то, что у годы войны он пропал без весток на территории Беларуси. Святло на агисторую большим 70-годовой доунины пролили выхованцы шмат профильного центра додатковой эдукации детей молоди города Гомеля. С подробязностями Ганна Ковалева. Это братское похование находится в Гомельском районе. С покой тут сдобыли неколькие сотни солдат. Однако на мемориальной плите имена только восьми из них, от места похования яких никто со свояку не видел. Так было до этого дня. Звучайные гомельские школьники-миротворцы сяродней школы номер 27 отшукали родных одного из похованных. Каланбек Зукора, урадженец полночной Осетии, измогался за вызволение Гомеля. В боях за город 25-годовый солдат загинул. Его родные отрымали поховальный лист с пометкой «Зник без весток». Про 72-годы племенники Халанбека с допомогой гомельских миротворцев нашли место похования своего дядьки. Вот у нас фотография, которую прислали из Северной Осетии два брата. Вот старший брат Саланбек и младший Хасанбек. Вот этот младший брат, он похоронен здесь. А вот у нас такая фотография здесь семья. Родственники, которые собрались, встретились, вот все видите, что очень активно, никто не проигнорировал. Они приехали, приехали племянники, приехали внуки. К обзнасти свояку Халанбека Зукорова, звездки про ягогомельские миротворцы накировали своим юным коллегам в ауладе Каукас и у сродки массовой информации Осетии. На счастье материалы трапили у державную телекомпанию «Алания». В раз месяц гомельчане отрмали отказ. На совесть вышла племянница солдата, який загинул за гомель. Еще один текавый факт, а кроме Халанбека у доброохвотники, пошел и его старший брат. По некоторой информации, он так само пропал без весток на территории Беларуси. Однако деменавито еще треба будет высветлить. Если будет мир, будет жизнь. Поэтому главная наша задача еще раз молодому поколению показать, что война – это самое страшное, что может быть в мире. Поэтому они установят связи. Дети – это послы особого склада. Когда они возрастают, конечно, они же не будут друг у друга стрелять. Они будут делать все возможное, чтобы был мир и дружба на планете. Зараз выхованцы шмат профильного центра додатковой адукации детей и молоди ведут пошуковую праць в удочинении до инших солдат. Сярод их есть урадженцы Украины, Башкортостана, Казахстана и инших краин. Над один момент запыты накерованы у Ярославскую и Курскую в области. И махчима уже празд некальки тыдня. Своякие еще двух загинувших солдат доведаются про место похавания своих героичных протков. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня на канале Беларусь Шатыр и эфир выйдет шарговый выпуск нового проекта телерадиокампании «Гомель» надзвычайная ситуация. Выпуск подназвает 209 – это номер артыкула махлярства Криминального кодексу. Именно об этом злошинстве и его шматликих проявах под заговорка на прикладе широкого опошних фактов. Кольки може каштовать экзотичный попугай – говорливая птушка? И як позбавиться усі гроша у сумі некалькі тысіш доллару на просторах интернета? Аутары программы разглядзись неординарны для веткаушины выпадок з экзотичными камерунцами и их неяснуюшей птушкой. А лишь самыми проблемными застаються махлярские труки со сталыми людьми. Шастей за усіх яны становятся хвярами злошинців. Телеглядаши доведуються об шматликих прикладах уже зафиксованных фактів і отримають шерох парад як позбегнути махлярства. Завершено більше 860 краж. Из них більше 90 краж совершено путем мошенничества, вхождения в доверие к пожилым людям. Как входят доверия? Можно, хотелось бы остановиться на этот момент. Как правило, это приходит пожилым людям, женщины среднего возраста. Люди представляются либо социальными работниками, либо просят попить водички. Предлагают какие-то вещи купить, платочки, платья, то, что по доступным ценам. Как в большинстве своем, пожилых людей это заинтересовывает. Они начинают интересоваться. Пока они смотрят вещи, сообщники, как правило, потому что работают по несколько человек, они заходят в комнату и начинают проверять места, где, как правило, всегда находятся пожилых людей деньги. Протягиваем выпуск. Завершается подрыхтовка до проведения первого областного конкурса «Миссис Гомель». Его удельницами станутся женщины, які знаходяться у шлюбе и мають детей. Кто претендует на титул самой пригожей мати и яким потребованиям повинны отповядать конкурсантки, ведают наши корреспонденты. У першыню идею проведения конкурса «Миссис Гомель» огучили еще в 2009-м. Правда, организовать его оказалось не так просто. Але сё ли эта идея уреште стала реальностью. Наприконцы кастричника провели кастинг женщин, які знаходятся у шлюбе и мають детей. Пришым до разгляду прималися заявы з усёй в области. По выниках одобрали 15 лепших, пригожих знешне и с творшими сдольностями. Галоны прысы – семейный тур по Европе. Хоть сам факт уделу в финале для шмат кого – уже перемога. Очень важное участие, потому что для меня это большой опыт. Когда-то в прошлом я уже участвовала, в молодые годы. И хотела бы попробовать свои силы вновь уже спустя многие годы. Организаторы кажут, что на великие нагрузки конкурсантки не скардицца. Хоть займаться приходится шмат. Пришым не только у центра моды и пригожости, але и у тренажерной зале. Дорэш и женщины, которые работают на предприемствах, на час тренировок от работы вызволяют. Тут за организаторами полное разумение. Наверное, на финал обещали прислать группы подтримки. Имя миссис Гомеля дорэш и станет вядомо 10-го снежня. Когда конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и покажут все свои таленты. Нужно будет показать как раз-таки свои артистические способности, умение искусства дефиле, которому они учатся сейчас, вот уже на протяжении недели и еще впереди недели подготовки. Девушки занимаются своей внешностью, хореографией, танцами, дефиле. И все это покажут на сцене 10-го декабря во время мероприятия. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским держанам университета имя Франциска Скарыны пройшла творшая встреча студентов с головным редактором московского часописа «Юнацтва» Валерием Дударевым. Напереды дни литературных славянских встреч подымалися пытания с ужасной литературы и перспектив друкованных СМИ. «Юнацтва» – уникальный литературно-мастатский часопис, який не спынял свою деятельность с 1955 года. Все лето вышел вдруг 719-й номер выдания, девиз якого у кожного юнацтва повинно быть свое юнацтва. Головный редактор Валерий Дударев на конференции у Гомеля пропоновал до обмеркования надзенное пытание об уплыве интернету на лёс друкованных СМИ. Азнашил, что для шасописа «Сусветная сетка» только техничный сродок, а не пляцовка творшести. В интернете мы размещаем журнал, его можно найти, можно прочитать, есть сайт, но это не значит, что мы ушли в интернет. Мы это воспринимаем как просто доступность. И на этом по колюсё за развитём падей сошити по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побашения. Продолжение следует... Продолжение следует... Омега-3 от белорусско-голландской компании Farmland восполняет недостаток незаменимых омега-3 жирных кислот. Декабрь. Пара приятных сюрпризов. Скидка 15% на всю лакокрасочную продукцию от лучших производителей. Супермаркет «Стройка». Продолжение следует... Продолжение следует... Тайлолфенхот. Настоящий вкус лимона в каждом пакете Тайлолфенхот. На дворе учать вер 3-го снежня. Увага, местами по республике чакается туман на особных участках дорог. Захавается гололюдзица. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...